Здравствуйте! На портале Экзегет.ру с вами протерей Дмитрий Сизаненко из Санкт-Петербурга. Сегодня мы с вами прочитаем самое начало третьей книги царств. В ней рассказывается о том, что Давид был стар, и его слуги отправляются найти самую красивую девушку в царстве. И вот они искали красивой девицы во всех пределах израильских и нашли Ависагу, Сунамитинку, и привели ее к царю. Девица была очень красива, и ходила она за царем, и прислуживала ему, но царь не познал ее. Этот женский персонаж Ависага оставляет очень много вопросов. Это довольно загадочный персонаж, и вместе с тем достаточно известный. Например, в романе «Подросток» Федора Михайловича Достоевского главный герой задает вопрос своему товарищу. «Знаешь ты историю Ависаги, Ламберт? Читал ее?» «Нет, не помню». «Роман?» – пробормотал Ламберт. «О, ты ничего не знаешь, Ламберт, ты страшно, страшно необразован». Итак, судя по герою Достоевского, незнание, кто такая Ависага, свидетельствует о страшной необразованности человека. Поэтому мы сегодня поговорим о ней. В контексте споров о том, кто унаследует царский трон после смерти царя Давида, возникает образ этой юной девушки. И она была действительно наара, говорит текст. То есть молодая, вероятно, не познавшая мужчин и женщина. Ее используют как своего рода медицинское средство по уходу за престарелым царем. Она просто его согревает. При этом она невиданной красоты. Мы не знаем о ней ничего. Ее имя Ависага, ее место рождения – город Сунама. На этом все. И вроде бы это просто эпизодический персонаж, который не заслуживает особого внимания, но в действительности из-за нее разгорелась гражданская война. Между двумя сыновьями Давида, между Соломоном и Адонией, разгорелась вражда, и Соломон убил Адонию, своего сводного брата. Естественно, Адоний – старший брат, и, разумеется, он претендует на трон. И можно предположить, что обладание этой женщиной будет знаком того, что вместе с ней именно этот сын унаследует царство. Поэтому Соломон убил Адонию. Завязывается сложная придворная интрига. В Версаве, знаменитая Версаве, великая любовь царя Давида, делает все для того, чтобы и царем стал ее сын Соломон. А юная Ависага в этой интриге играет свою важную роль, потому что Адония захочет на ней жениться, или, по крайней мере, взять ее себе в наложницы. Соломон этого не хочет. Адония подговаривает Версавию, чтобы та ходатайствовала о нем, на что Соломон гневно отвечает. «Зачем ты просишь за Ависагу для Адонии? Проси тогда ему и царство, ибо он мой старший брат». И после этого уже Соломон посылает своего воина для того, чтобы убить Адонию. Существует предание, согласно которому Соломон впоследствии сам женился на этой девушке, и у них родился сын. При этом, это только предание, Ависага остается второстепенным персонажем, но вот играет такую ключевую роль. Все вращается вокруг нее. Прежде всего, возникает вопрос ее имя. Имя говорящее. Оно означает «мой отец расширился» или «мой отец увеличил меня». И в самом этом имени содержится какой-то образ разрастающегося желания или вожделения. И это становится частью ее истории. Во-вторых, эта девушка относится к очень узкому кругу женщин, о которых в Библии говорится о ее невероятной красоте. Таковой была Сара, Фомарь, Рахиль, Эсфирь. И после этого не сообщается о ней ничего. Неизвестно, какой у нее был характер, кто ее родители. Но почему вдруг эта женщина, которая кажется второстепенным персонажем, играет такую ключевую роль? И возникает такая догадка. Вероятно, это воплощение какой-то идеальной женственности. Вот именно это и попытаемся увидеть. В любом случае, таинственную Ависагу привели к Давиду, который не мог жениться на ней. Возникает вопрос, почему? Согласно Библии, Давид был стар и слаб. Ему 70 лет. Но есть и другая причина. Существует тоже предание о том, что Давид исчерпал лимит. У него уже было 18 жен. Но тогда он мог взять ее в наложницы. Но и этого не произошло. И в тексте подчеркивается, Давид ее не познал. Зачем это указание? Об этой женщине мы больше не узнаем ничего. Гораздо больше мы знаем о Версавии, которая осталась в памяти народа, как великая любовь царя Давида. Увидел ее красоту Давид, приказал убить ее мужа, чтобы иметь право жениться на ней. За это он получил суровую отповедь пророка Нафана, которая тоже присутствует в этом эпизоде. И вот эта история имеет связь с историей Версавии и войны о престонаследии. Каков ее статус? Она не жена, она не наложница, она и не прислуга. У нее особая миссия при дворе, потому что еврейское слово «сухенет», которое здесь употребляется, это апакс, оно встречается только один раз в Библии, и определить его значение не представляется возможным, потому что нет других мест, где бы оно употреблялось. Мы знаем точно, что она не прислуга, она одна из домочадцев, та, которая обогревает царя. Царь рядом с ней согревается, как человек согревается около домашнего очага. Но корень самого слова, сакана, означает также опасность. Эта девушка согревает и представляет собой опасность. Действительно, из-за нее произойдет брата-убийство. Она обогревает царя, то есть поддерживает в нем тлеющую жизнь. И тут возникает вопрос, но почему царю холодно? И существует тоже традиционное толкование, которое говорят, одежды больше не согревают Давида. И это как знак наказания, потому что однажды он прикоснулся к царским одеждам Саула, и поэтому в отместку его собственной одежды не согревает его на закате дней. Более рациональные комментаторы говорят, что в действительности ведь не одежда согревает, проблема в том, что сам человек лишился какого-то тепла и не может себя согреть. И красота, и юность Ависаги становится источником наслаждений, утешения царя Давида, источником той силы, которая поддерживает в нем жизнь. Интересно, что во всей этой истории Ависага не произносит ни одного слова, она молчалива, при этом она имеет безграничную власть. Она покоряет сердце царя, она покоряет сердце его сыновей, Адони и Соломоны. Конечно, она покоряет сердце читателя. Невозможно не задать себе вопрос, кто эта таинственная девушка, прекрасная, которую искали по всему царству. Она как удивительное растение, которое одновременно исцеляет своей красотой и несет в себе смертельную опасность. «Сын царя погибнет, потому что слишком засмотрелся на Ависагу». Этот анонимный персонаж таким образом воспринимается как символ женственности, символ такого желания, которое согревает сердце, но опаляет душу. Вожделение может быть источником жизни, но при этом человек должен господствовать над своим желанием, его укращать. Уметь слушать музыку своего желания это высокое искусство. Именно этому посвящена «Песнь песней», автором которой считается сын Давида Соломон. И поэтому нередко сопоставляют Ависагу с Суламифью, неизвестной девушкой обворожительной красоты. Суламифь — это желание, это абсолютная красота, но вместе с тем и некая трансцендентность любви. Она всегда ускользает, ею невозможно обладать. Любовь — это то, что тебя зовет, желание — это то, что нужно в себе поддерживать, но при этом господствовать над этим желанием. Оно должно оставаться свободным. Итак, что она совершает при дворе царя Давида? Царь старый, больной, слабый, от него больше не зависит происходящее при царском дворе, вокруг него плетутся интриги, он не способен их различить, как закат царства. Очень часто это бывает печальное зрелище, момент декаданса, упадка. И на этом фоне упадка, старение, дряхлости, вдруг юная Ависага, полная противоположность, полный контраст. И теперь увидеть эту пару Давид и Ависага. На этом фоне контраст старческой немощи и молчаливой свежести, юности, которая пробуждает к себе желание, настолько разительный и гротескный. Речь идет о ложе. Ложе в Библии всегда имеет множество значений, оно неоднозначно. Во-первых, ложе – это, конечно, брачное ложе. Разумеется, это ложе любви, ложе желания, начала, юности, силы. Но вместе с тем, ложе – это ложе старости, болезни, ложе смерти. И в этом контрасте Давид и Ависага – двойственность этого понятия ложе. Царь Давид прожил яркую жизнь, полную приключений, он был полон жизни во всех смыслах. Ависага, прекраснейшая из девушек, пробуждает чувства, но никогда не переходит к действию. Не познал ее ни Давид, ни Адония, которого убьют. О том, познал ли ее Соломон, в Библии не говорится, лишь предание предполагает, что Ависага стала его женой. Другой контраст, с кем можно сопоставить Ависагу, для того, чтобы понять смысл этого женского образа, конечно, Версавия. Версавия приходит в спальню царя для того, чтобы ходатайствовать за своего сына Соломона. Версавия – величайшая любовь Давида, но теперь это престарелая Версавия, она совсем не та, какой она была у Фонтана. Это покинутая женщина, одна из многочисленных жен царя. Она лишь может интриговать ради своего сына. И вот этот контраст между юной Ависагой и престарелой Версавией, Версавия для нее как зеркало, в которое юность может увидеть тем, чем ты можешь стать в конце своих дней. И в этом Библия как будто дает свою иронию на ту, в чем состоит человеческая жизнь. Человеческая жизнь – это суета. Жить означает стареть. Ависага и Версавия – две роковые женщины. Версавия активна и в этом эпизоде. Ависага молчит, она предоставляет другой действовать. У нее не спрашивают ее мнение, она не играет никакой роли, кроме Сохенет, она обогревательница царя. Просьбы о Версавии спровоцируют гражданскую войну. Красота Ависаги тоже вызывает войну, и поэтому ее возжелает Адония. Красота и юность отмечены утратой. Давид убил Юрию, когда был молодым, и этот грех ему вспоминался на протяжении всей жизни, в частности, из-за этого он не имел права построить храм. Ависаг сыграет роковую роль в жизни Адонии. И соотношение Ависаги с другим женским образом тоже лучше помогает понять этот образ. В Библии есть другая сунамитинка, женщина, которая происходит из того же самого города. Это благочестивая бездетная женщина, которая оказала гостеприимство пророку Ильи. У нее родился сын, у этого сына были серьезные проблемы со здоровьем, он умер, но пророк его воскресил. Поэтому ничто нам не мешает провести параллель между этими двумя женщинами, которые тоже носят прозвище сунамитинка. Внешне между ними нет ничего общего, но есть предания, в которых говорится, что они были сестрами. Понятно, что древнего человека совершенно не интересует хронология. Хронологически между ними несколько столетий, но в плане символов, в плане женских архетипов они действительно сестры. Первая сунамитинка воплощения благочестивой супруги, мудрой женщины, которая воспевается в книге притч, воплощение добродетелей. И вот Ависага, фатальная женщина, ослепительной красоты, роковая в жизни мужчин, которые захотят к ней приблизиться. Ависага не может стать царицей, она не может стать женой царя, ни Давида, ни Адонии. Она превращена в какой-то предмет, лишь в лекарственное средство. В тексте ничего не говорится о том, какие были отношения к ней, но она остается как будто неприкасаемой, но и неоскверненной. Совершенно второстепенный персонаж. Как к ней относиться, как понимать ее образ? Этот образ воплощает в себе великую опасность и в плане политической стабильности, и в плане психологии желаний. Глава начинается с гротескной сцены. Посланники царя отправляются как на охоту в поисках идеальной девушки. И вот возникает эта таинственная Ависага, которая остается таинственной до самого конца. И непонятно, что является самой тяжелой проблемой в отношениях между Соломоном и Адонией, трон их отца, царство, или это женщина, которая больше, чем власть. Невероятная женщина, которая заслуживает всего большего. Настолько, что из-за нее брат убьет брата. И здесь вспоминается стих из песни «Любовь сильнее смерти». Любовь, которая пробуждается под воздействием красоты, юности, очарования девушки сильнее смерти. Давид не вкусит любви Ависаги, лишь почувствует ее тепло. Никто ее не вкусит, не познает. И она остается вот таким сублимированным желанием, символом власти, которое больше, чем политическая власть, больше, чем мораль. Под влиянием этой женщины мужчины готовы потерять все, готовы на все, даже на братоубийство. И в этом великий урок библейского текста. Конечно, современному человеку может показаться слишком утилитарным такое потребительское отношение к молодой девушке, но текст остается восхитительным, потому что в нем есть своя целомудренность, свое уважение к человеческим чувствам, к юности, красоте, женскому очарованию, к тому, что любовь остается сверхценностью, любовь превыше всех богатств, политики, морали, денег. На портале Экзогет.ру с вами был протерей Дмитрий Сизаненко из Санкт-Петербурга. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Санкт-Петербурга. Спасибо за субтитры и grenade última субтитры. Продолжение следует...